Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу информирует. За текущий период 2024 года на территории Ленинского городского округа произошло 147 пожаров. Погибло 5 человек, травмы получили 7 человек. Основными причинами возникновения пожаров послужили нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электросети и электропроводки. Чаще всего пожары происходят в жилом секторе. В мае на территории Московской области, а также на территории Ленинского городского округа введен особый противопожарный режим, который устанавливает запрет на разведение открытого огня. В соответствии с пунктом 67 правил противопожарного режима в Российской Федерации обязанность производить своевременный покос травы, уборку сухой растительности и мусора возложена на правообладателей земельных участков, будь это сельхозпредприятия или собственники дачных участков. Правильнее будет не сжигать сухую траву и мусор, а собирать его для вывоза специализированной организации в соответствии с договором. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 20 тысяч рублей, должностным лицам до 60 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям до 80 тысяч рублей, юридическим лицам до 800 тысяч рублей. Уважаемые родители, не ослабляйте контроль за детьми в дни школьных каникул и в выходные дни. Не следует оставлять малолетних детей без присмотра. Необходимо исключить для них доступ к спичкам, зажигалкам, легковоспламеняющимся жидкостям, отопительным приборам и газовым плитам. Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумение родителей организовать досуг своих чад. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Рекомендуем установить в жилые помещения домов и квартиры автономные домовые пожарные извещатели, которые оповестят о возникновении пожара. Помните, предупредить пожар намного легче, чем потушить. Обезопасить свой дом от пожара значит не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких, не лишиться имущества. С вами был главный государственный инспектор Ленинского городского округа по пожарному надзору Сергей Дешкин. Всего вам доброго. Берегите себя.